Звучит гимн. И вот он. Самый волнительный и торжественный момент студенческой жизни. В строгих мантиях и академических шапочках будущие бакалавры и магистры Одинцовского филиала МГИМО. Волнение позади. Квалификационные работы и госэкзамены сданы. Студентка Алена Липатова теперь юрист со знанием иностранного языка. Признается, по студенческой жизни будет скучать. Для меня студенческая жизнь – это одно большое яркое событие, потому что на протяжении трех с половиной лет я возглавляю студенческий совет. Помимо того, что мы учились, мы постоянно делали, создавали мероприятия с нуля вместе с отделом по социально-молодежной политике. И это незабываемые эмоции, это незабываемые люди. Это семьей. Мы все стали семьей на самом деле. Торжественное вручение дипломов – волнительная процедура не только для студентов, но и для преподавательского состава. Птенцы кампуса Одинцова так ласково окрестили педагоги студентов. Ведь этот выпуск – первый. По словам директора филиала Сергея Васильева, набор в ВУЗ зависит от количества выпускников. И в этом году лакмусовый показатель заработал. И выпуск, и предстоящий набор, уже очень качественный набор, который мы сейчас осуществляем, говорят о том, что нас знают, филиал состоялся, и начинают выпускать хороших, высококвалифицированных кадров для нашей Родины. Более 90 студентов получили дипломы о высшем образовании. Это специалисты в области лингвистики, юриспруденции, экономики, менеджмента и бизнес-информатики. Лучшим выпускникам вручены медали в честь 75-летия МГИМО, что тоже символично. Но не все студенты навсегда покинут стены кампуса. Например, Алена Липатова недолго будет скучать по студенческой жизни. Она остается в альмаматор и снова за книги, но уже в магистратуре. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.